Что у нас тогда рожает? Как вы встречали, какие у вас были контроли? Потому что речь идет о монограммах, веществ. Нельзя исключить, что могут быть такие бы премицы, таких в ЦСБ, и мало ли что. Что у вас было контроли? Контроль был, так же самые образцы, то есть образцы делились и так же подготовились в тех же самых условиях, только контроль не обучался. То есть контроль без радиации был, но так же с формамидом и без формамидом. А там какой уровень, нулевой? Там нулевой, там только формамид. И второй вопрос. Вы говорите, метеориды-катализаторы. А какие именно элементы там, химические, что катализируют? Какому механизму? Метеориды катализаторов. В этом нужно углубляться, поэтому мы и провели нейтроноактивационный анализ, чтобы узнать состав метеоритов. То есть, возможно, элементы, которые входят в состав метеоритов, как-то влияют на образование тех или иных молекул. Но чтобы это утверждать, нужно большая выборка, то есть больше речи. Вы в виде контроля использовали чистый формамид, насколько я понял вначале, да? И чистый формамид, и смесь формамиды и метеоритов? Нет. В смысле формамиды и метеоритов понятно. А в чем, собственно, специфика метеоритного вещества? А если бы я взял просто песок, там, допустим, да, какой-то, ну, или еще чего-то... Ну, вы еще не садовара ваши. И как бы... То есть, в чем каталитические свойства? Может, это просто сорбция на ваш порошок или там... Ну, какие-то... Этого я не могу сказать. Метеорит. Ну да, возьмите не метеорит, а возьмите... Ну, все равно это будет получать. Дело в том, что использовали также и минералы земного происхождения. Но там более скудный результат. Конкретных результатов не могу сказать, потому что у меня их нет. Но итальянские коллеги утверждают, что... Да, непонятно, что с тобой. А родить жизнь или просто вот вырабатывать питающее вещество для живой матери? Показать, как могли возникнуть первые флюбетические соединения. Ну, я же говорил, без гомохиральности или хиральности там и так далее, этого невозможно. Потому что в 1953 году был такой же шум. Правда, вы очень здорово продвинулись по сравнению с ним. Там был пробой в атмосфере. И они тоже насинтезировали эти вещества. Ни в одном веществе не было обнаружено нарушение синетрии. Без этого жизнь неважно. Это вы делаете. Вот просто тратите время для того, чтобы понять, как могло возникнуть питающее вещество для живой природы. У вас там есть слайд. Ведь в этом процессе очень важно сам контроль, сама масс-спектрометрия. Я так понял, что вы газовые масс-спектрометрии регистрировали все нуклеотиды, все основания, которые были разолетучие. Есть два типа масс-спектрометрии и опций вне. Есть масс-спектромет, там где растворяются вещества. Есть газовые, там где определяют состав вещества летучие. Так вот, как вы с помощью газового хроматографа разделили и сделали масс-спектрометрический анализ? Ну, сначала проводилась дистилляция формамида. Я не про формамида, я говорю про основания нуклеозиды. Но они вводятся в жидком виде, в масс-спектрометрии. Они не полетят у вас. У вас полетит жидкость, но не полетят сами компоненты. Проверьте, пожалуйста, про методы анализа. Потому что вы хоть килограмм засуриете перед каждым грамотом или нуклеотидом, он у вас никогда на кромкостей не выйдет. Здесь очень важно иметь контроль, анализический контроль. Что вы там определяете? Не совсем понял вопрос. Но вещества у вас на газовой хроматографии не летучие. Они не пройдут у вас на втором конце колонки для того, чтобы поступить масс-спектрометр. Там не газовая хроматография. Нет, там была газовая. Покажи тебе тот слайд, где у вас там газовая хроматография была. Но сначала это в комплексе идет. Газовый хроматограф и дальше уже масс-спектрометр. Вот это мой вопрос. Так же использовалась и жидкостная хроматография HPLC. Это для более тяжелых молекул. Они использованы с космическими. И почему мы в метеоритах не находим такой болтатый функции? Во-первых, мы используем много формамидов, если так сказать. То есть в жидком виде. В космосе он разрежен. То есть этот же объем. Но так же мы облучаем в 6 минут. А в космосе он облучается всю жизнь. Миллиарды лет. То есть мы используем те возможности, которые может предоставить нам. В космосе он разрежен. В космосе он разрежен.